Полиция активно возвращается в освобожденные районы Херсонской области, министр. Более полутысячи полицейских уже приступили к работе на деоккупированной территории Херсонской области. В ближайшие дни планируется увеличить полицейское присутствие до 2000 работников. Об этом заявил руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщает РБК «Украина» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины. Глава нацполиции отметил, что проходившие до этого службу в Херсонской области полицейские с момента оккупации были выведены села этой территории. Правоохранители все это время стремились вернуться домой. На сегодняшний день мы возобновили полицейское присутствие в 57 населенных пунктах, в которых проживает около 11 тысяч граждан. сообщил Клименко. Глава нацполиции отметил, что в настоящее время большинство помещений подразделений полиции уничтожены вражескими войсками. Следовательно, в ведомстве делают все для того, чтобы полицейские имели где разместиться и выполнять в полном объеме свои функции. Игорь Клименко также сообщил, что в настоящее время полицейские зафиксировали 400 военных преступлений, совершенных оккупантами и продолжают эти преступления фиксировать. С этой целью создано значительное количество следственно-оперативных групп, имеющих опыт работы на деоккупированных территориях. Он также добавил, что стабилизационные мероприятия, проводимые национальной полицией вместе с другими правоохранительными структурами, могут длиться несколько недель. Следовательно, людям возвращаться в свои дома стоит только после того, как эта работа будет завершена. Напомним, сегодня, 11 ноября, ВСУ вошли в Херсон. Вооруженные силы Украины вошли в Херсон. Пути отступления российских оккупантов находятся под огневым контролем украинской армии. Срочные и важные сообщения о Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм. Продолжение следует...